Всем привет! Ну, теперь-то я вам могу показать, с чем я приехала, вернулась с выставки. Многочисленные подарки, ну, комплименты от моих любимых зрителей. Невероятно душевные, очень тёплые, трогательные. Я вам сейчас всё покажу. Конечно же, я не осталась и без полезностей. Вот здесь вот у меня собраны полезности. Эти полезности мне притащила, притащила Алла. Почему притащила? Ну, реально. Она ходила по выставке и рассказывала, что вот настойками носила выступает Ирина с уютных орхидеей не только. И вот как бы есть компоненты, грунты, есть некие препараты, которые можно потестировать, в том числе и на наш с вами орхидей. И были стенды, которые откликались на Алланы рассказы и бесплатно дали нам несколько препаратов, которые мы вместе с вами обязательно будем тестировать. Мне всё интересно. Агротехнологии не стоят на месте. Всё развивается. Просто какими-то масштабами большими. Геометрическая прогрессия, развитие тех или иных препаратов, средства расширения разных методик работы. В том числе и с нашими орхидеями. И всё это можно будет увидеть в последующем на моём канале. У меня есть и подарки в виде наших с вами орхидей. У меня есть милые, сладкие комплименты, подарочки. Сейчас я вам наведу видеокамеру и всё обязательно покажу. Посмотрите, я вам очень хочу показать вот этого единорожку. Вот этот красавец стоит. Этого единорожку мне подарила Вера. Вера на мотанечке. Что же за Вера на мотанечке? Когда мы вышли на парковку около Крокус Экспо, Вера нас повела к своему мотанию. Когда мы увидели тот мотоцикл, на котором перемещается Вера, вы знаете, для меня было сложно сопоставить внешность Веры и внешность того агрегата, на котором она приехала. Такой крутой мотоцикл! Я спрашиваю, Вера, это как? Она говорит, вот так. Необыкновенная любовь, в том числе и к мотоциклам у неё развилась благодаря её супругу. Они оба катаются на мотоциклах. В этом году была обалденная, незабываемая, как рассказала Вера, шикарная поездка в Крым на мотоциклах с детьми. Представляете, муж на мотоцикле, она на мотоцикле и два ребёнка на мотоцикле. Она сказала, никакая поездка на автомобиле не даст того плотного проникновения в мир природы, как это возможно посредством мотоцикла. Вера сказала, я очень аккуратно езжу, не переживайте. Сейчас вы видите, вот по эту сторону, посмотрите, это мне привезла Олюшка с канала. Мне всё время хочется сказать, знаете как, 1000 орхидей в однушке. Вот всё время эта у меня цифра 1000, она у меня из головы не выходит. Оля сейчас будет смотреть и будет хохотать. Ага, Ирина, это как это 1000 разместить в однушке? Оль, я не знаю, но что называется, оговорочка по Фрейду. Канал называется 100 орхидей в однушке. Мы с ней очень мило общались, египетская сила, ещё есть продолжение названия этого канала. Сейчас Ольга в том числе занимается и увлекается. С садоводством она решила освоить дачный участок и получать хорошее урожее. Я ей желаю этого, чтобы у неё всё получилось, всё задуманное случилось. Ну а вот всё то, что она мне принесла, сейчас я вам покажу. Смотрите, подделка от ребёнка, скульптурная глина, кружечка. Я очень люблю коллекционировать кружки, вы знаете. Это новая подопечная в мою кружечную коллекцию. Много пожеланий, там личные пожелания написаны. Конечно, сладкие всякие комплименты, которые я с удовольствием попробую. Есть презенты от других девчонок, которые мне подарили. Там такая красивая заколка. Давайте-ка я вам её покажу. Что называется, прям волосы у меня длинные. Их нужно усмирять. Я вам сейчас покажу эту заколку. Она мне так понравилась, когда я на неё посмотрела. Мне супруга её достает, говорит, посмотри, какую тебе красоту подарили. Она у тебя будет очень красиво смотреться в твоей гриве волос. Говорю, класс, вот это круто. Спасибо огромное девчонкам, спасибо. Люблю я всякие такие женские штучки, дрючки, которые нас украшают. Есть, знаете, такие пожелания очень интересные, вперёд приключения. Вы знаете, это вот с таким долгосрочным намёком. Не бойся своих желаний. Девчонки подбирали специально. Вот такие вот сладкие работы, вкусные, с подобными надписями. Так, вот такая красота. Знаешь, что всё это с удовольствием вы посмотрите, вам будет интересно. Это презент от Амина Сила. Здесь у нас вкусная, игристая. И вот такая вот новая версия Амина Сила. Девчонки, я не пробовала, я не знаю. Гранулы будем смотреть, что и как, что зачем. С такой формой пролонгированного удобрения от Амина Сила я ещё не работала. Поэтому я не могу ничего прокомментировать. Также мне Алла. Инициативный человек. Она невероятно инициативный. Вы просто не представляете. Она очень глубокая. Глубокий человек. Она очень много знает. С ней было очень интересно пообщаться. И вот она мне принесла вот такие вещи. Я не знаю, что это такое. Будем пробовать. Я даже ещё особо не смотрела. Вот прочитала. Единственное, что это биопрепараты, биосредства, которые сделаны из скорлупы грецких орехов. Девчонки, я не тестировала. Вот как есть. Будем вместе с вами всё это пробовать. И посмотрите, что она мне принесла. Вот такую вот. Вот такую чашку. Это скорлупа кедровых орехов. Есть такая тема. Очень часто у меня на канал приходят вопросы по применению вот этого компонента в посадку для наших с вами орхидей. Девчонки, вы знаете, я трогаю, я просто с ума схожу. Мне хочется просто... Это какой-то антистресс. Вот есть игрушки мягкие, антистресс. А это вот, вот эта вот кедровая скорлупа орехов, это невероятный антистресс. Она такая чуть-чуть прохладненькая. И одновременно она такая натурально нежная-нежная. Нет вот этих острых краёв. Ой, какая же она классная. Но я вам могу сказать, что ответ сразу даю. Я не пользовала вот этот вот компонент в посадку для орхидеи. Не использовала пока. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Единственное, что могу прокомментировать в отношении вот этого вот необыкновенного компонента, это то, что в стопроцентный вот такой вот состав корневую систему наших с вами фаленопсисов я бы сажать не стала. Знаете почему? Потому что переувлажняться корни. Уверена в этом, даже ещё не тестируя. Вы знаете что? Я думаю, что мы заменим с вами какой-нибудь влагоёмкий состав вот на этот. Будем вместе с вами тестировать, смотреть. Авось действительно нам понравится. А почему нет? Будем пробовать. Я так думаю, что при поливе, они же в разных будут плоскостях находиться, вот эти вот чашечки. Здесь выпуклая, здесь вот такая вот продавленная чашечка. И при поливе, если она будет так лежать, она будет хорошо на себе воду концентрировать. Одновременно кора, которая будет соприкасаться к этому дивному созданию, тоже будет получать из этой чашечки достаточное количество влаги. Ну, посмотрим, как оно будет. Пока загадывать не могу. Чашка большая. Это у меня чашка, наверное, литров пять или шесть. И вот мне Алла говорит, отдали всё, что было. Вот как раз на витрине колба была. Кедровый с корлупой. Сыпали в пакет, отдали. Сказали, несите, тестируйте. Может, действительно понравится. Вы не представляете, какая Алла счастливая прибежала со своей добычей ко мне, где я выступала. Издалека мне машет. Икина, смотрите, что я вам несу. Всё. Это. Затем вот я хохотала. Рот до ушей, когда вязочки пришей. Ну, всё. Остановиться было невозможно. Постоянно улыбалась, улыбалась, улыбалась. Алла, конечно, очень весёлый и находчивый человек. Познакомились мы с многими. Я спрашивала имя для того, чтобы понимать, с кем общаюсь. Вспоминаю Валентину. Человек очень почтенного возраста. Я понимаю, что ей было сложно находиться во время выступления. Она даже не присела на стульчик. Немножечко она облокотилась на столик, на котором я пересаживала. И с удовольствием, прямо от первого лица, смотрела за моими действиями. Очень-очень внимательно. Я передаю ей привет и своё восхищение. Что для того, чтобы развиваться и не закостенеть, нужно всё время чему-то учиться. Это классно. И я вот сейчас держу видеокамеру на вот этой красоте. Эту орхидею. Орхидея парфюмерная фабрика под названием Волкион. Вот так она будет свести. Посмотрите. Я взяла с интернета эту фотографию. Потому что у меня такой орхидеи нет. И, соответственно, фотографии цветения такой орхидеи у меня тоже нет. Орхидея, подаренная Ольгой. Смотрите, какая красавица. У меня потихонечку-потихонечку собирается коллекция парфюмерных фабрик. В том числе и благодаря вам. Орхидея уже с цветоносиком. Оля говорит, мне так будет интересно посмотреть, как она в ваших условиях зацветоносит. Как она будет расти и развиваться. Эту орхидею вместе с орхидеей подопечной, которую я пересаживала на выставке. Сейчас я вам покажу ее. Спустя 3 дня. Обалдеть! Вы посмотрите, как она восстанавливается. Это какая-то просто спринтерская дистанция, которую пробежала за короткое время. Это орхидея по восстановлению. Она практически полностью восстановилась. Вместе с вами, кстати, мы недавно же ее пересаживали. Вы видели на канале. Новый препарат Арубарин. Вы знаете, я тут еще про него кое-что узнала. Я в шоке. Неужели это так? Я буду тестировать. Вместе с вами будем тестировать. И смотреть, действительно ли у него есть еще и другие свойства у этого препарата. То, что это абсолютно новый препарат, это точно. То, что у него действие сохраняется на обработанных растениях длительное время. Защита происходит. И то, что этот препарат не обладает высоким классом опасности, это очень-очень важно. Не опасно ни для нас, ни для наших домашних животных. Давайте поближе посмотрим Олину. Валкион. Парфюмерная фабрика. Ну, смотрите, она классная. У нее тут и даже раскупленные корни во время формирования цветоноса. Корневая система очень хорошая, внизу развита. Вот так она стоит. Горшочек-горшочек. Д12-й посажена. Листики не крупные. Почему обработала? Ну, понятно, что когда орхидея поступает даже из другой коллекции, я в любом случае для профилактики обрабатываю всегда вновь поступающие растения. Для того, чтобы, ну, мало ли что, знаете, вот когда тоже отправляю свои орхидеи в посылки, там, допустим, да, девчонкам, малышек отправляю, я обязательно их обрабатываю. И всегда говорю, я обработала орхидеи перед тем, как вам отправить. Ну, и вот новенькая приехала, я тоже сделала ей обработочку. Прямо за три дня тоже такой, знаете, цветоносик уже прям... Оль, смотри. О, уже даже ботанизация началась. Быстренько-быстренько. Он у меня стоит на самом видном месте, на верхнем уровне стеллажа сегментированного. Прям-таки солнечный свет из окон в пол попадает на эту орхидею. У неё нет индивидуальной собственной подсветки, но есть очень хороший свет из окна. Думаю, что вы с удовольствием станете участниками наших новых тестов, наших с вами новых экспериментов по применению тех препаратов, которые после выставки оказались у меня в руках. Всё будем пробовать, изучать. Большие надежды, конечно, я возлагаю вот на эту классную антистрессовую чашечку. Раз моим рукам приятно, я думаю, корням орхидей при добавлении этого компонента будет не менее приятно находиться в посадках. Ну вот, я поделилась с вами всем тем, что привезла. Ну а нам остаётся пожелать вам всего доброго. Когда говорю нам, это значит, я имею в виду обязательно свои растения. Всем пока-пока здоровья крепкого, богатырского. Всего вам самого-самого наидобрейшего. До новых встреч. Отправляемся в интересный мир новых посадок, применение новых препаратов. Экспериментируем, обучаемся, получаем результаты. Вы понимаете, что всё это можно будет увидеть на моём канале. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова